Добрый день всем присутствующим и всем, кто может быть увидит нашу запись в YouTube. Мы продолжаем чтение книги Равашкина Зель Маниду, и мы находимся в каком-то смысле в самом сердце этой книги, в самой важной теме, которой он занимается, и это разговор о братстве, то, что он называет уравнение братства. Как мы видели раньше, это самая центральная задача, которую Всевышний поставил перед человечеством, построить правильное взаимоотношение между братьями, и, естественно, что очень большая часть старых отведена этой теме в разных ситуациях, в разных проблемах она снова и снова возникает. И сейчас мы находимся в главе, которая отвлеклась немного от истории Писания, которая говорит о Кайне-Виэреле, который, собственно, на примере которых мы хотим понять, какие задачи могут стоять перед человеком. И Рав немного обобщает, ввести нас в тему, объяснить, прояснить, в чем здесь заключается проблема. Какие обязательства на нас накладывал Всевышний, какой тип ответственности каждый человек берет на себя. И это очень непростой вопрос, на который мы пытаемся ответить, далее разбирая главы Писания, когда речь идет о отношениях конкретных братьев, который, в принципе, конечно, первая братская пара вторяль, и она является архетипом для всех других отношений между людьми и между группами людей. При рождении Эбеля у нас уже, мы отмечали, что это как бы в самом начале понятно, что это что-то лишнее, что это дополнительное, и имя его как бы тоже свидетельствует об этом, что Эбель – это ничто, Эбель – это пар, Эбель – это нечто эфемерное такое, в котором нету сущности. И очень важно еще раз сказать, что вот эти два человека, Каин и Эбель, на примере которых мы рассматриваем схему отношений между людьми, они принципиально во всем разными, не только то, что один земледелий за другой поступок, они совершенно разные типажи, разные идентичности, разные люди, и задачи, которые перед ними стоят, они тоже совершенно разные. И Каин, в принципе, если мы обратим внимание, он находится в центре истории. Бог разговаривает с ним, Бог обращается к нему, Бог пытается наставить его. Все писание, в принципе, идет с Каином. Про Эбеля мы почти ничего не знаем, Бог к нему вроде и не обращается, несмотря на то, что мы слышали, что Бог принял его жертву. И Эбель, в принципе, это добавка. Но мы уже в самом начале видели, что это не так просто. Добавка, как нечто лишнее, лишнее, какой-то бонус, который мы получаем. Вот я кошке купил еду, мне дали конфетку кошачью, в придачу, просто как бонус. Это смысл мидроша, который мы видели в прошлый раз, в том, что он приводит, мне драть несколько примеров, что любое место, где сказано в ОСФ, там, где есть добавление, есть добавление больше, чем изначально. может быть, в этом есть какое-то отражение идеи, что Бог дал в этом мире благословение. То есть все, что как бы существует в рамках законов мира, оно существует, но кроме этого есть еще что-то большее, что приходит от Всевышнего. Поэтому, когда Всевышний дает что-то дополнительно, в этом дополнительном есть определенная новая сущность, новый смысл, важный, необходимый для развития. То есть именно для развития он необходим, потому что мы видели, что Каин – это некая самодостаточная сущность, совершенная в своем исполнении, и для которой как бы не нужно ничего больше. Каин – это представитель следующего поколения, на котором как бы возложена функция, как во всех поколениях, на каждое поколение возложена функция мессианская, как и на Каин она возложена, и он как бы должен эту функцию реализовать. Каким образом он ее может реализовать? Оказывается, что реализация этой функции невозможна без Зевеля. То, что ему добавляет Зевель, это элемент динамики, элемент взаимоотношений, элемент продвижения. Поскольку Каин сам, он такой вот готовый и законченный, то, что ему не хватает, это ему не хватает продвижения, исправления, шлифовки, и то, что он не понимает. Но это понимает Зевель, потому что он приходит в мир, в котором он не один уже. ему понятно уже, что есть и должны быть какие-то отношения между людьми. Должно быть понятно. Поэтому без Зевеля Каин, с одной стороны, не может продвинуться. И на этом месте мы понимаем, что Машиах, то есть идея реализации целетворения, это не только совершенство, но и совершенство. Еще раз скажу, вот когда мир дойдет до той точки, к которой он стремится, когда мир дойдет до того, что Маниту называет Сын Человека, Мессия, реализовавшийся в мире, это не будет статическое состояние совершенства, а это будет способность к продвижению и продвижению. То есть, безусловно, на этой точке мир не остановится. Дополнительно, тоже я хотела сказать, что у христианства и удаизма есть очень серьезное разногласие по поводу греха первого человека. Поскольку мы сейчас начнем говорить о грехе Каина, о новом каком-то витке порчи, ущерба, который наносится миру, интересно посмотреть это в перспективе греха Адама. Греха съедения от дерева добра и зла. У христианства однозначный подход такой, что это грех, который настолько испортит человека и мир, что исправить его уже невозможно. Это как бы очень сильно согласуется с христианской концепцией о том, что вообще человек своими силами не может исправить себя. Необходима божественная помощь, чтобы прийти и мир исправить. А человек только должен принять эту помощь, быть готовым ее принять. То есть, на самом деле, это не такая простая идея. И даже в Толмуде сказано, что узник сам себя не может вытащить из тюрьмы. Неважно, в каком контексте, когда человек болеет, приходят его друзья, его они вылечивают. Но есть такая ситуация, когда Мюнхгаузен попадает вместе с лошадью в болото. И вдруг неожиданно происходит такое мощное, так сказать, напряжение сил, он поднимается за волосы и вытаскивает не только себя, но и лошадь. Вот это пример того, что можно, казалось бы, это нереальная вещь, но оказывается, она реальна с точки зрения иудаизма. То есть человек это вот такой Мюнхгаузен, который может вытащить себя и даже свою лошадь, то есть весь мир вместе с собой из болот. И это то, что иудаизм говорит. Мы в этом мире, несмотря на грех первого человека, можем все исправить. Мир построен на том, что несмотря на то, что человек согрешил, он может исправить. Несмотря на то, что человечество согрешило, оно может исправить. Есть Медрошен, которые говорят, в чем исправление греха первого человека. Например, есть Медрошен о том, что в Давиде исправление Адама, потому что 70 тысяч, ну, неважно, есть подсчет тысячи лет, годы Адама 70 лет человека дополняют эти годы. Но главная идея, которая возникает во времена Давида, что когда приходит Бен Давид, то есть на самом деле Бен Давид это тоже синоним Мессии Машеха, из его потомков должен прийти и будущий Машех, но уже первый Бен Давид, первый сын Давида, это Соломан, Шломан, он уже каким-то образом решает проблему, вместе с Давидом решает проблему искупления греха первого человека. почему, потому что они строят постоянный храм. Впервые после Ганедена, после сада Эденского возникает место, в котором Шхена находится постоянно. Действительно, потом храм разрушен, так далее, но само существование, возможность существования в нашем мире постоянного присутствия Ишхи, это свидетельство того, что на самом деле искуплен грех Адама, первого человека, сведение от дерева добра и зла. Это грех, который был между человеком и Богом. Мы знаем, что есть другие грехи, и это грехи между человеком и человеком. И вот этот этап, на котором мы находимся, когда невозможно оказалось налаживание отношений между различными людьми, между двумя детьми, первыми детьми, родившимися в этом мире, и в результате один убивает другого, этот грех человечество еще не смогло преодолеть. У нас еще длинный путь от храма Шломо и до того момента, когда приходит уже Бен Адам, который решает эту проблему на качахе. Еще я хотела сказать пару слов. Я вообще-то, честно говоря, не очень склонна рассуждать всякие спекуляции по поводу актуалий, в некотором смысле это даже ловушка какая-то, потому что так или иначе приходится становиться в позу, я вот знаю, я вам сейчас все расскажу, вот это, это то-то, это то-то, все мы, как известно, разбираемся в политике, это вам не математика, это уже, в которой, в общем-то, должны разбираться специалисты, а в политике каждый может судить о том, что происходит. Тем не менее, мне кажется, то, что сейчас происходит в мире, это в некотором смысле очень знаковое событие, которое очень сильно связано с этой темой братства, которую в 20 веке разрабатывали современные философы, в основном еврейские философы, начиная Герман Коэн, Розенцвайга, кончая Левинасом, Леридо, Маниту, в том числе Маниту, который был пропитан вот этими идеями, и многие из них, как бы, сформулированы уже были после Второй мировой войны, в размышлениях о том, здесь у нас, безусловно, есть в этой книге свидетельства о позициях, хотя они очень различны в своих подходах, но есть нечто общее в позиции этих философов, которые ищут причины, ищут причин, почему не удается решение уравнения братства, почему Каэн бывает. Я еще раз скажу, я говорила в прошлый раз, я далека от того, чтобы обвинять жертву и говорить, что она сама виновата, тем не менее, как говорится, в танго танцуют двое всегда, отношения складываются между двоими, и у каждого из этой пары есть своя задача, то есть, он, безусловно, Каэн виноват в убийстве, безусловно, Эвель, он жертва, но этим одновременно оказывается, что Эвель не выполнил свою задачу, и если мы говорим о отношениях между людьми, что они каким-то образом оказались испорчены, не сложились, нельзя, в принципе, почти всегда оказывается, что каждый из этой пары не выполнил свою задачу, один не смог научить, а второй не смог научиться, как в примере сканин. И при этом то, что сегодня происходит, я, может быть, это не поликорректно я скажу, но это массовое, например, становление на колени в моих глазах не имеет никакого смысла, несмотря на то, что я могу сказать, то во многих случаях есть некоторая сторона того, что задача определенной группы населения в отношении другой группы, может быть, агрессивной, может быть, неправой, может быть, той, которая убивает. Тем не менее, задача второй половины, она оказалась невыполненной какой-то причиной, но невозможно выполнить эту задачу символическими действиями. Это, получается, театр. Ты не сделал чего-то очень важного, ты не смог научить, ты не пытался или пытался неправильно, или, 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 или. Мы все находимся в некотором несовершенном мере, что-то, с чем-то мы не справились, но демонстративные действия, театр здесь вообще говорят, мне кажется, мне кажется, может, это не политоалетно, может быть, мне завтра потребует, чтобы я тоже становилась на колени, но я думаю, что это не помогает, можно много раз становиться на колени, это не помогает, и может быть, это где-то похоже, есть такой мидраж, когда говорили, есть такой мидраж, что Каин и Эвель, когда они боролись, Каин обратился к милосердию Эвеля, когда Эвель стал его побеждать, Эвель отпустил его, и после этого Каин стал и убил. То есть, на самом деле, в этот момент милосердие не играет большой роли, ты отпустил его, он тебя убил, но ты раньше не справился с тем, что было у тебя возможно. Чтобы это, ой, так уже очень много времени ушло, но я еще раз все-таки скажу, что те же самые схемы можно применить, например, и к Израилю, и к народам мира. Ну, действительно, нас две тысячи лет гнобили народы мира, Израиль, относились к нам ужасно, и нам было нечего делать, чтобы мы все время занимались как-то тем, чтобы только просто выжить. Но все это случилось не просто так. У Израиля была определенная роль, определенная задача в отношении народов мира. По тем и другим причинам Израиль ее не смог выполнить. И поэтому мы оказались в данном случае и жертвы. То есть, это не вина даже. Но это надо понимать, что каждый раз, раз за разом, и одна сторона, и другая сторона не выполняют свои задачи. Поэтому очень важно каждый раз думать, какая задача передо мной стоит, и как ее можно выполнить, и в чем, собственно, здесь была проблема братства. Так, в общем, мы сейчас к этому перейдем. И я постараюсь... Иногда кажется, что многие вещи мы же было бы пропустить, но я просто постараюсь читать побыстрее, и потом посмотрим, что у нас за денег. Ладно, Андрей, поставь, пожалуйста. Так, кстати, мне бы интересно знать, что вы по этому поводу думаете. Это мои спекуляции, я немножко как бы позволила себе что-то сказать по этому поводу, хотя долгодовольно не высказывала. Но нет, так нет. Надо спуститься вниз немножко. Я не помню, какая страница. Потом у нас будет... О, вот это. Проблема отношения к слабому связана не только со страной, обычаями или функционированием конкретного общества. В основе социальной проблемы лежит проблема метафизическая. Ее сущность это наше отношение с Творцом нас творит. Мы уже говорили о том, что отношения с людьми очень сильно связаны с тем, как человек соотносится с Творцом. это некая модель, которая работает в одну и в другую сторону. Но кроме этого есть еще другая сторона, о которой сейчас Рабушка Надя будет говорить. Два очень известных стиха вторятности к равенению братства. И люби, Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. И люби ближнему своего, как самого себя. Когда говорится о любви, и есть тут два вида любви, или, может быть, одна и та же любовь, к Богу и к своему ближнему. Слово любовь появляется в этих двух стихах. В первом стихе слово любовь появляется вместе с предлогом «эт». И мы говорили, где-то, мне это упоминало, это очень интересно, что «эт» показывает насущность. Потому что твоя сущность от Бога и то, что ты его любишь, это проявляет, дает возможность проявления твоей сущности определенным образом. В первом стихе «эт». А как они уже заявляли, предлог «эт» указывает на сущность темы. Тогда-то во втором стихе слово «любовь» предварено префиксом «ламен» в значении «через своего ближнего». В чем смысл любви к творцу? Прежде всего, нужно прояснить смысл понятия «любовь». Численное значение гематрия слова «любовь» и «любовь» и «любовь» и «любовь» и «любовь». Ну, это очень значимые цифры, конечно, мы знаем, тринадцать мер, милосердие, медот, как это сказать, свойств милосердия Всевышнего. То, что мы произносим им кепуре, то, что мы произносим в Тахнот, то, что Всевышний открыл Моисею, когда тот просил показать ему его лицо, и он открыл меру милосердия Всевышнего. И это тринадцать, тринадцать, считается, что там перечислено тринадцать свойств милосердия. И это же число тринадцать, оно связано со словом «любовь», «ахава». Кстати, в скобках интересно, когда-то Рав Казовский, Раву, который учился, он говорил, что численное значение в слове «гет» двенадцать. Гемель Тетс. И оно может разорвать только двенадцать из тринадцати связей, которые связывают любовь. То есть окончательно отношение между мужчиной и женщиной мог прерваться только со смерти одного из них, а пока оба живы, «гет» не может разорвать полностью их связь. За что купил, за то, когда я не могу утверждать истинность этого. Я не знаю, это мистические какие-то вещи. Мы учили на Кабалу. Девушки сейчас учат, а я в какой-то момент решила дать себе отпуск. Истинная любовь взаимна. Она получает ответ, как сказано, как отраженное воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Суть любви – это истинная связь человека Всевышнего. Поэтому отношение взаимности между творением и творцом приводит к истинной любви между человеком и творцом. И она наилучшим образом выражает удавшиеся уравнения братства. То есть, когда человек всей душой своей обращается к творцу, он получает полную взаимность с людьми. Не всегда так с людьми, но уж точно со Всевышним это всегда так. Однако в отношении ближнего перед словом «люби» стоит предлог «эт». Не стоит предлог «эт», а стоит предлог «ле». Это означает «любовь направлена на ближнего, ради ближнего, через ближнего». Поскольку за нашим ближним, за этим другим скрывается образ Бога. И таким образом проявляется любовь к Богу. Евреи, которые любят ближнего, таким образом выражают свою любовь в честь и Бога свыше. То есть, основа моей любви к ближнему это то, что он тоже такой же сотворенный, как и я. мы в каком-то смысле наше родство оно очень высокого корня и в нем я люблю образ Бога, некоторую часть божественности, которая в нем уложена. Часто цитируют великое правило Тары, которое привел рабе Акива «И люби ближнего своего, как самого себя, опуская окончание стиха я Господь». То есть, именно это собственно этот стих и хочет сказать не просто так люби ближнему своего, как самого себя, а потому что я Господь, Господь и ваш, и твой, и Бог. Но при этом стих теряет смысл «И люби ближнего твоего, как самого себя». Почему? А потому что я Господь, открывающий и скрывающийся за других. Только через и люби ближнего твоего ты можешь достичь и любить Господа. То есть, на самом деле любовь к Всевышнему ее самое главное проявление это любовь к ближнему. Абстрактная любовь к Богу без того, что существует просто обычная любовь к твоему ближнему, она теряет почву. Это то, что я могу сделать в реальном материальном мире. Эта любовь предназначена творцу, но она может реализоваться только через явление природы или через человека. Если же любовь направлена именно на человека с предлогом «эт», если было бы сказано «бахта» своего ближнего, то это становится двухпоклонством. Превращать человека в абсолют и обожествлять его в этом сущности двухпоклонства. Проекция божественных качеств сущностей полностью нейтрализуя этот аспект, это воздвигает преграду между мной и творцом, потому что любовь направлена не в турусность. Таким образом, вместо того, чтобы ближний служил зеркалом нашей любви к творцу, объект нашей любви занимает место творца. Понятно, да? Даже в отношениях между мужем и женой и в любых других отношениях нельзя превращать другого в сущность и цель существования. Преувеличенная любовь матери к сыну тоже несет себе подобные опасности. Когда ребенок становится осью и центром, вокруг которого вращается жизнь матери, это уже нездоровый ребенок, это собственничество, которое не допускает никакого диалога, не дает ребенку самостоятельного существования отдельно от матери. Это понятно. Я не буду для психологов материал, но в принципе это очень понятно и пример такого отношения мы знаем. Такой вид лопатонческой любви может привести к разрушению их обоих. Когда предмет человеческой любви становится причиной цели жизни, а любимый человек переходит в треугольники братства из нижнего угла в верхний, то перед нами иду по-твоему. Тем не менее, следует признать, что реализация и уравнение братства действительно очень важна. то, что он говорит и еще раз повторит, это непростая задача, потому что каждый раз мы сталкиваемся в новой интерпретации. Каждый раз у нас есть новые характеры, новые идентичные, новые изменения, новые условия. И задача, она каждый раз должна держаться по-новой. Она требует постоянного внимания и подобно хождению потомку Муханна. Необходимо любить другого, так как он был так же сотворен тем же Творцом, не забывая, что наша любовь к другому является лишь выражением нашей истинной любви, обращенной к Богу. Из-за сложности этой задачи люди сложно выбирать одно из двух решений. Попытка отменить уравнение братства, требующее от человека познания Господа через своего ближнего, и вместо этого практикуют познание его, совершенно независимо от отношений к ближнему. Тоже понятно, и тоже пример нам известно. При этом Божественно становится полностью трансцендентным, от требования проявления человечественности в социуме исчезает в мире. Эта концепция совершенно чужда духу Тары и развита главным образом в идеале христианства и во всех восточных религиях. Человек уходит в нирвану, ближний его интересует мало, хотя, конечно, то, что Манитур здесь говорит, это в некотором смысле обобщение, потому что во всех религиях есть, несмотря на какой-то центральный момент, есть какие-то аспекты регулирующие отношения с ближними и превозносящие хорошее отношение к ближнему, делайте добрые дела и так далее. Тем не менее, когда в основе лежит как бы отрешение от мира, мы всегда отношение с людьми с людьми выходит на второе место. Относи хорошо к людям тоже. Это важно. Но главное, ты как-то люби Всевышнего или высшую силу, стремись к единству к ней, а оно, может быть, само как-то проявится в отношении в отношении к людям. А второй вариант это превращение в средство, то есть ближнего в цемате игнорирует творца, который у вас отпадет. Есть замечания такие-то? Человек должен научиться любить другого так, чтобы это было выражением любви к творцу. То есть это непросто. Мы все время между какими-то колеблемся крайней. Стихия люби ближнего своего, как смол, говорится о ближнем, потому что вопреки обстраненному мнению на самом деле любить брата ближнего тебе труднее, чем далекого. Как идеал очень легко любить весь мир, черных африканцев, арабских врагов издалека. Но в повседневной жизни труднее по-настоящему любить раздражающих тебя свекровь, постоянно шумящих соседей, банковского служащего, который тебе грубит. Но это именно тот ближний, которым нужно любить. Мы должны посылать нашу любовь к Богу, не забывая, что они все являются лишь частью божественной истинной. В этих двух важнейших стихах включена сущность еврейской традиции по отношению к окружающему миру. Наблюдая за миром, мы обнаруживаем постоянное напряжение между бредностью и совершенством. С одной стороны, наш мир функционирует независимо, и все его детали сочетаются друг с другом. Неизбежность идеальная и точно действующая в природе указывает на планировании целей. С другой стороны, наш мир также является временным миром, где мы временные гости, которые смотрят на вечность через призму мгновения. Есть вечность, по сравнению с отношением к которой как бы и совершенство. Наш мир вроде бы теряет смысл, теряет свой значение. С другой стороны, именно существование мира, вечность необходима для дополнения вечности, для того, чтобы добавить ей аспект совершенства, аспект продвижения, аспект динамики. И поэтому свойства нашего мира, способность нас делать выбор, изменяться, любить, оно не очень сильно, любить ближнего именно таким способом, чтобы в нем отражалась любовь к Всевышнему, это, в общем-то, центр этой задачи, как ее формулирует Манита. Ответ мудрецов объясняющий существенную напряженность заключается в том, что наш мир это только этап перед переходом в мир предыдущего. Рави Аков говорит, что этот мир подобен коридору в мир предыдущего. Исправьте себя в коридоре, чтобы вы могли войти в гостиную. Так говорится, смешно. гостиную в гостиную это не конец пути, и не отсутствие динамики, и не статика, но это некоторый уровень, который мы достигаем, пройдя через коридор. Приход в этот мир это бесплатный дар, но мы должны заслужить этот дар, чтобы достичь мира, который весь истинный вечный. Именно сократичность нашего мира дает нам право на грядущий мир, при условии, что мы приобретем наши жизни, решив моральное уравнение. Поэтому мы должны решить уравнение братства и понять, что то, как мы обращаемся с другими, является проверкой и ориентиром определяющим награду в грядущий мир. Основа качества милости это желание относиться к другим как к равным и даже превосходящим меня. Но если нет взаимности, если другой то это неизбежно ведет к поплаклонству и моральному провалу. Как вы думаете, почему? Это непросто как бы ну допустим тебя не любишь, но люблю и все прекрасно, да. Меня не любишь, но люблю. Ария такая, кармен, что ли? Почему? Почему я не могу любить другого как часть божественного, даже если он мне не отвечает? Почему это постепенно превращается в долбатонство? Есть идеи? это тоже связано с актуальными ребята, поэтому я и думаю, что может быть стоит ответить на этот вопрос. нэхамо, здравствуйте. Я-то думаю, что просто если человек кого-то любит, а ему не отвечают, то постепенно эта любовь трансформируется во что-то совершенно другое, вплоть до ненависти и желания делать всякие очень нехорошие вещи. Он об этом здесь не говорит. Совсем нет. Он не говорит из-за того, что она трансформируется в ненависть. А просто когда я на самом деле не знаю, что это. Я поэтому вас тоже спрашиваю. Я просто задумывалась об этом. Почему? Мы просто видели раньше, что есть некая модель идеальной любви, что это любовь человека к Богу и к Богу человека. Но она реализуется в нашем мире. Через любовь к другому. И в идеале она должна быть построена по той же схеме, как взаимная любовь человека и Бога. Если я постоянно вкладываюсь, отдаю, стою на коленях, прогибаюсь перед другим, даже потому, что я думаю, я это делаю, потому, что у меня есть некий идеал в голове, что я это делаю, потому, что он все-таки часть божественной. Отсутствие взаимности, оно искривляет вот эти отношения. То есть это перестает быть любовью к Богу. Это превращается в любовь к человеку и долпоклонству. Вроде тех примеров, когда он превратил выше. когда мать обожает ребенка и все делает только ради него, он становится центром жизни. Она тоже могла бы сказать, ну, это же подарок Всевышнего, в нем проявляется другая страна, какая-то Бога. Но если ребенок не отвечает ей взаимности, если, то вот это вот связь становится неправильной, искребленной. И это то, что происходит, например, иногда, когда между разными группами населения одна готова там стоять на коленях перед другой, а при этом другая часть будет ее громить, убивать и устраивать террористические акты. Да? Есть тут неравновесие. И тут сразу закладывается подозрение, что что-то здесь не так. То, что я говорила немножко в выступлении, да? Мы сейчас посмотрим дальше, что говорю про этот полный момент. Моральный провал. То есть происходит моральный провал, почему? Этот подход потерпел неудачу как у древних идолопоклонников, так и у великих современных гуманистов. Человек переходит от одной крайности, в которой человека приносят жертву идола, в другой крайности принесения себя в жертву на старе гуманистической морали. А Маниту все время ратует за взаимность. Против принесения себя в жертву на против этого подхода Тара предложил единственное решение взаимность. Это понятно, нет? Непонятно, как достичь взаимности, если ее нет. почему Кай не любит Эвели, например, как он был достичь взаимности? Это непонятно, действительно, то, о чем мы говорим, что это сложный вопрос. Он должен был каким-то образом научить, но он не смог, может быть, он слишком не умел с ним правильно разговаривать, то есть, мы не видим вообще, что он не разговаривает. В данном случае отсутствие диалога это вещь очень заметная, скорее, что они не говорят. Может быть, он пытался с ним разговаривать, может быть, не пытался. Это все остается за кадром, но диалога нет, это одно из существенных моментов. На самом деле, наличие стажа между разными группами народа позитивного диалога это очень важная вещь, но, к сожалению, во многих случаях между разными народами. В реальности стремление к диалогу чаще всего бывает только у одной стороны, а у другой нет. Возможно, я не знаю, я предполагаю, может быть, в истории с Кайном Эйвелем было что-то похожее. Хотя, без разы об этом не говорят. это может быть некоторая проекция сегодняшнего состояния мира или сегодняшнего моего видения и отношения между людьми. Очень часто бывает, что в паре один говорит, а второй молчит. Это называется диалог. Да, я тебя прекрасно слушаю, говорит Талли. Я все слышу. Ты сейчас сказала, что надо подружиться. Не знаю, например. Последнюю фразу только повторю. но на самом деле, когда ты пытаешься человеку что-то длинное, важное, объяснить, он на самом деле тебя не слышит. Почему он тебя не слышит? Ты не справился с чем-то? Наверное. Может быть, надо говорить другим тонн, может быть, надо говорить о другой ситуации, может быть, надо говорить о другом. Это задача. Поэтому говорят, что это непростая задача. диалог это одна из важнейших вещей, которая может наладить связь между людьми. Потому что человек, он человек говорящий по определению. Когда сказано, что вдохнул Бог в человеку душу живую, и раша комментирует рот, мемарера. То есть душа, которая умеет говорить. Это одно из выдающих совершенно свойств человека, что он может объяснить себя словами. Но то есть не то, что это животное оно тоже может объяснить когда он хочет есть или хочет пить или хочет жить и гулять. Но не больше. Но в принципе способность к диалогу она дана человеку именно для того, чтобы уметь налаживать возможные отношения между ними. Потому что без слов иногда это почти невозможно. Можно? мы видим в истории Каин и Эвеля треугольник как Всевышний и два брата. диалог вот я сейчас посмотрел сначала Бог обращается к Каину потом Каин обращается к Авелю. Получается что Каин тот кто не достиг взаимности. Он начал диалог хотя мы не знаем что он ему сказал получается что Эвель он как раз не ответил взаимностью и был убит. То возможно Каин как раз смог начать диалог потому что Всевышний обратился сначала к Каину. То есть проблема была как раз в Эвеле. Может быть я не знаю. Как это перевести я не знаю. Нет в данном случае он говорит об общенном об отношении. У них в принципе не сложились отношения. Тут нет отношения мы не видим в тексте Писания что есть отношения неразделенной любви или долбоклотства. Они просто не сложились. Рам говорил здесь о двух крайностях. Одна крайность когда человек приносит счастье убийство. А вторая крайность отношений когда есть какой-то преувеличенная любовь и при этом она переходит в долбоклотство когда вторая сторона в этом совершенно не заинтересована. Но я не думаю что второе применимо в данном случае. Трудно сказать. Тем не менее то что поскольку эта глава она не конкретно кайну и его ледность а вообще описывает ситуацию взаимной любви которой в общем мы должны стремиться то вопрос действительно каким образом можно ее добиться он в каждом отдельном случае остается открытым. Факт что тут этого не случилось и если бы скажем так Гебель поскольку по Равошкина Зимна Гебеля это было возложено сумел научить кайну братству поскольку для него это состояние естественно потому что он уже родился в состоянии братства для него это нормально у меня это часть его идентичности то если бы он воспользовался может быть поводом чтобы кайна к нему обратилась или каким-то другим способом смог наладить с ним отношения и его чему-то научить тогда вообще вся история могла обращать по-другому и может быть не было бы этого убийства и если бы кайн мог бы его научиться это в общем-то две стороны медали мы же не знаем что было бы если бы но нам только понятно что ни один из них не выполнил своей задачи кайне научился а Эвель не научился взаимность это равновесие между разными качествами Абраам представляет меру милости Ицхак меру суда ну здесь Раф говорит о в каком смысле о дереве сферот который который прадцы выражают как бы символизируют каждый из прадцев какой-то сферу на дереве только Яков Ицраэль является настоящим равновесием между этими двумя крайностями и он представляет меру истины и милосердия Ты явишь истину Якова милости в раму это стих из них идея взаимности вторая проявляется во всех аспектах жизни как в отношении между человеком и его богом так и в отношении между человеком и его ближним так и в отношении человеком к самому себе к самому собой Господи почему так получается мне переводить превращение другого в абсолютную сущность подходит по определению белопоклонства в этом корень неудачи гуманизма но это он повторяет западный гуманизм любит далекое экзотическое это относительно легко потому что не накладывает особых обязательств тарак подчеркивает что человек должен любить нижнего того кто рядом с ним именно того кто как ты сам кому того кто больше всего похож на тебя так как именно близость переводит к соперничеству естественным образом возникает склонность видеть плохое ближнее это есть некая языковая связь между словом ра это зло и ра очень похоже пишется это ближнее из-за внешнего сходства между словами поэтому тара предупреждает будь осторожна говорит она твой ближний похож на тебя так же как существует связь между тобой и господом так и связь между другим человеком и господом а также между господом и вами обоими реальный смысл то в том чтобы оба творения вот я господь я господь это продолжение тихо одно из различий из отличий монетистической еврейской концепции других концепции в том что в других религиях бог защищает и охраняет человека от всех других допустим у меня есть мой личный бог он меня защищает в то время как согласно игоизму бог также охраняет и может быть прежде всего другого а не меня то есть моя задача в этом мире гораздо сложнее я не могу положиться на то что бог всегда со мной потому что он со всеми поскольку есть только один бог бог человека также является богом другого это уравнение братства которое человек должен разрешить нет ничего сложного понимания этого принципа принцип мы объяснили он понятен ну да ты должен наладить нормальное отношение с ближним ты должен к нему относиться к творению которое не меньше чем при творении это не значит ты должен перед ним пересмыкаться и умолять себя это значит вы как партнеры как ты как человечество со Всевышним и так же и с другим человеком но в отношении считаться с ним ты обязан так же как считаешься с собой поскольку он не меньше творения Всевышнего чем ты и это как бы это нормальный это в золотом правиле так сказать не совсем в таком виде но в негативном сформулировано не только еврейским мудрецами на конфликции и другими мудрецами напряжения истории не делал другого того что ты не хочешь сделать считайся с ближним это как бы очевидно это не всегда это основа скажем даже морали иногда это у конфликции возможно не морали а просто достойное поведение поведение которое приводит к тому что правильному функционированию общества это выгодно всем и так далее у нас это мораль у нас это мораль не просто потому что это полезно разумно что на этом можно построить функционирующие хорошо функционирующие социумы нет это одно из важнейших принципов я должен видеть ближним образ Бога так же как я образ Бога так же я ближним то что мы совершенно разные то что мы совершенно по-разному видим мир то что мы совершенно по-разному воспринимаем Всевышнего это все данность это я все должен принять еврейская молитва Миньян она должна состоять не меньше чем из 10 человек объясняют почему 10 и так уж важно но почему вообще необходимо для коллектива необходима коллективная молитва так в аудоизме не потому что нужно согнать народ в кучу и читать им проповедь чтобы сэкономить время главная идея тут именно в том что я знаю что среди того десятка который сейчас находится в синагоге у каждого собственное представление Всевышнего у каждого собственное представление Америки у каждого собственное собственное видение собственное угол зрения своя идеология у каждого из них есть фактически как бы свой бог когда мы собираемся и молимся вместе я признаю что у нас у всех один и тот же бог я готов с ними вместе молиться и это чайно важный принцип коллективной молитвы который есть и тот же принцип вообще должен проявляться во всех отношениях между людьми конечно у нас к сожалению принцип это проявляется так вот это моя синагога в эту синагогу я не с этим я еще готов вместе молиться это на самом деле конечно шутка и нет это так бывает в реальности конечно но когда например мы едем в поход или кататься на лыжах на хермоне и так далее на паркинге перед отъездом или где-то в дороге около водопада всегда собирается меня из-за очень пёстрого общества там и Кередим и Масуртим и Спарадим и Ашкеназим совершенно разные разные евреи и все они молятся вместе одному это на самом деле если Нехама не возьмет отпуск нам надо будет это занятие перенести хотя бы на полчаса сделать в 6.30 потому что мы смыкаемся с Мишей Голосовским это неправильно на следующей неделе мы перенесем на 6.30 я хочу сделать отпуск в какой-то момент я подумаю еще недели две нет проблем потом сделаем небольшое заключение со следующим году учебным продолжим может быть или возьмем другую тему ладно окей хорошо всем спасибо за участие та-та-та по-пу-пу пожалуйста присоединяйтесь к Мише Голосовскому будет буйное сражение всем счастливо пока спасибо пока всем вам всего хорошего большое